привет всем не так давно был от этой фирмы у меня двигатель модель двигателя внутреннего сгорания и теперь вот такой вот робот все так же все хорошо упаковано естественно инструкция опять же на английском языке ой на английском на китайском языке и вот так мы видим упаковочку всех деталей данного робота который мы сейчас будем собирать здесь есть и платы и сенсоры какие-то в общем то сейчас будем разбираться смотреть потихонечку . еще что там посмотрим внутри эта модель боевого робота но не действующего и винтики опять же подписаны все то есть это очень удобно даже то что на китайском языке но все равно мы сможем разобраться поэтому погнали сборка начинается с внутренности туловища робота скажем тогда шестерни здесь идут в комплекте также присутствует смазка вот так вот немного но я думаю должно хватить ее и будет два моторчика то есть вот сейчас этот моторчик монтируется сюда такой простенький мотор монтируем потом на него ставим еще одну шестерню который будет приводить движение все остальные все моторчик установлен и вот так вот это все функционирует теперь нам нужно закрыть чтобы шестерня него не улетела иначе она ничем не фиксируется все шестерни здесь зафиксировали чтобы него не улетали и дальше ставим вот такую вот защита что ли назвать боковая часть корпуса робота и закручиваем здесь на три винтика конечно все шестерни нам говорят смазать но я их смажу чуть попозже то есть перед самым последним там закрытием робота чтобы сейчас особо не пачкаться вторая часть собирается точно так же но там с небольшими изменениями то есть двигатель находится уже в другой части но смысл остается тот же самый значит дальше переходим уже к сборке головы голова будет как я понял поворачиваться здесь установлена такой вот сервопривод и макс и причем это вот верхняя шестерня подточена то есть она не круглая она специально подточена чтобы вот сюда вставиться то есть вот это крепление сейчас мы ее вставим и дальше уже будет вот так вот фиксироваться сервопривод здесь и тем самым голова должна должна вращаться в голове у робота будут располагаться вот такие вот мозги да и такие вот сенсоры в виде глаз будут соответственно тебе нужно все провода высунуть оттуда так просунуть провод сервопривода просунуть вверх вот сюда все сейчас двумя винтами здесь затяну соответственно снизу у нас остается три провода которые идут и сверху сервопривода провод наверно будет втыкаться сюда судя по логике больше ему втыкаться некуда так голова полностью собрана смотрите на прозрачная даже чтобы было видно плату и теперь переходим к нашему основному корпусу здесь значит теперь монтируем эти две части она сейчас их по отдельности до сначала одну монтируем на 2 как-то вот так будет ставится и сейчас нужно поставить вот такую вот плату в три этажа так имеется у нас вот такая вот задняя стенка робота здесь у нас подключается зарядное устройство и он-офф в эти разъемы мы включаем соответственно наш переключатель он-офф и сюда ставим наш аккумулятор здесь двухбаночный аккумулятор порядка там 700 по моему миллиампер часов и тем самым мы его будем заряжать отсюда вот остается у нас разъем для зарядки разъем для зарядки тыкается вот сюда в эту плату все соответственно теперь нам нужно так собрать это нижний двигатель потом подключим соберем все три этажа здесь все подключено и тут оп 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 наоборот а все правильно включен я начал уже болтать не все ставим до от верхней платы соответственно вот сюда от верхних мозгов вот сюда будет разъемы вставляться то есть мы теперь можем поставить аккумулятор сразу подсоединяем потому что потом реально будет неудобно вставлять вот такого бутерброд там внутри получается и сейчас я вторую боковину буду ставить и подключаем моторчик все то есть аккумулятор будет всегда там стоять мы его заряжаем отдельно через этот разъемчик и включаем все вот такая коробочка получилась все достаточно компактно там шестеренки смажу сейчас попозже чуть-чуть то есть у меня ко всем к ним доступ есть еще чтобы пока не пачкаться но и потом так как будет монтироваться здесь голова точнее скорее всего робот у нас будет на гусеницах то есть мы имеем гусеничную цепь здесь ведущая звездочка будет каток и вот такой вот натяжитель будет использоваться с одной пружинкой собственно сейчас соберем и будет две штуки таких и соответственно правой левой вот так это выглядит в готовом варианте выглядит неплохо так все гусеницы полностью установлены принципе теперь функционирует давайте-ка включим ну пока без всякого управления теперь поставим на него вот эту голову соответственно вот так вот и нужно подключить вот к этим трем разъемчиком и сверху потом уже фиксируем винтами так робот похоже на вали почти готов осталось руки вот эту верхнюю площадку я не той стороны поставил поэтому будьте внимательны собирайте такого же то есть она ставится немного наоборот пришлось перестать но счастье это делается быстро все теперь добираемся к рукам данного робота и посмотрим они тоже вроде функционировать должны должен быть какой-то привод посмотрим вот так вот выглядит у него руки это будет одна рука и вторая с такой базукой получается все робот полностью собран полностью готов уже к заезду но теперь нужно подключить установить мобильное приложение вот так вот у нас робот заряжается и после его зарядки отключаем включаем устанавливаем приложение можете на бенгуде его найти там есть ссылка для скачивания и вот такая менюшка то есть это у нас яркость сверху него светодиоды можем сделать ярче можем сделать тусклее но не знаю зачем это нужно до поворот головы соответственно вправо влево не вращает да сам не знаю почему то ли сервопривод потому что ну руками вращается то есть я его опять разобрал ну видимо слабоват сервопривод в общем ну руками поворачивать полностью даже отключить его к сожалению вот так не хочет поворачивать голову короче ладно и у него вот сенсор стоит то есть дистанция до объекта до метра он показывает дистанцию но это видимо в автоматическом режиме когда ездит чтобы ничего никуда не врезался вот то есть рукой можно посмотреть как работает сенсор вот собственно есть мануал мод но робот какой-то гличный оказался во первых я не понял применение вот этих рук да то есть здесь есть такие вот шестереночки и они ставятся вот здесь вот то есть с помощью двигателя здесь другая шестеренка приводится в движение и они якобы должны вот так крутиться но как видите здесь все болтается то есть непостоянный контакт и из-за этого но в большей степени просто торчит а вот эту руку даже заклинивало то есть это уходила шестеренка дальше и вклинивало вот поэтому я одну убрал но вторая вроде работает и соответственно мы управляем теперь это правый газ до права это левый но работает с перебоями вот все сейчас заклинил видите опять едет вроде нормально но вперед назад включить повернуть управляем робот но мне так кажется что двигатели здесь достаточно слабоваты потому что по моему ковру очень плохо поехал и движки все время что-то тормонтируют здесь вроде нормально едет то есть можно порулить в каждую из сторон в эту прямо ну короче такое честно говоря управлять им ну ничего интересного да он достаточно слабый есть режимы мануал мод потом семи автоматик мод ну не знаю что он там делал сейчас посмотрим и ничего не делает ну опять же мы можем исправлять то есть такой режим хоп тип спит тип не при делах вот но головой не вращает да к сожалению автоматик мод будем смотреть должен сейчас вращать за головой но не получается к сожалению у него этого делать и с трудом он напрягается то есть пишет ошибку что очень нагрузим двигатель короче как то так так ну и давайте ассет для ремонт которого мод вот это не знаю что такое в инструкции к сожалению не написано но он ездит сам по себе все равно короче самый оптимальный режим мануал мод все робот полностью под нашим управлением можно ездить куда то хотим в общем друзья мои вот такой вот робот ссылки на banggood найдете в описании так что там еще есть разные штуки от этой фирмы то есть движок робот еще там что то там много всего которое и нас занимается вот такими вот модельными да скажем так штуками вот ссылки внизу так что переходите смотрите пока 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 пока